и я подумала сразу о чехове которого вот буквально вчера я обсуждала в студенческом клубе в горхозе и конечно у чехова город выступает как такой отдельный персонаж об этом наверняка вам говорили на урок литературы и не раз и я подумала можно ли волгоград считать вот таким уездным городом и уж не знаю точно пока что у нас губернии не ввели поэтому сложно сказать какой статус будет у волгограда но по вайбу по атмосфере наверное да наверное это вот то самое место где в целом происходит что-то достаточно обыденное где жизнь идет размерами каких-то потрясений и нет интенсивности какой-то как например москве и сочи а где есть очень интенсивные бизнесы какие-то мероприятия ну пожалуй за исключением футбольного что на самом был чемпионат мира на но и то уже наверное многие забыли многие даже еще и не подросли к этому времени когда он проходил и вот к чему это все я подумал о том что было бы интересно в этом городе представить себе нашего сегодняшнего героя я представляю что у чехова в общем то мог бы быть такой рассказ который бы так и назывался в одно слово фетишист это кто-то кто приезжает вот в тот самый уездный город и дальше что с ним будет происходить как мы будем к нему относиться ну прежде всего наверное нужно сказать а чем же таким вот он будет отличаться и что же он нам будет предлагать ну вот давая как бы ему слова я думаю что фетиши сможет рассуждать так он может нам сказать вот смотрите у нас есть какой-то предмет просто обычный ничем не примечательный это если что для ухода за волосами это маска возможно для волос и фетишист нам предложил бы его рассмотреть каким-то особым образом да ну например вот как интересно что этого предмета есть вот такое отверстие а там какая-то жидкость нем или например рассмотреть его форму сравните с чем-нибудь интересным если что это не моя речь это речь фетишиста я не имею к ней никакого отношения и таким образом у себя или у других он формирует какое-то новое представление о вещи здесь есть ну вот вы можете зафиксировать возможно вы как-то почувствовали какую-то ловко не у неловкость какое-то стеснение может быть наоборот вас заинтересовала это небольшая речь я видела примерно похожую ситуацию когда я со своими друзьями находилась в летней школе и там возник вот такой дискурс который развернулся вокруг гамака я не буду рассказывать что конкретно там было но эффект был очень большой то есть там явно произошла какая-то магия люди были в просто в восторге они ухахатывались они кричали им было очень весело хотя казалось бы ничего не произошло на самом деле были сказаны некоторые речи вокруг одного предмета и эти речи накидывались накидывались появлялись новые образы но возможно что-то похожее у вас тоже в жизни было когда вы со своими друзьями вдруг начинаете обсуждать что-то и вдруг это что-то становится таким центром какого-то странного дискурса и чем больше вы это обсуждаете чем больше у вас появляется ассоциация аналогий тем вот эта вещь становится более такой заряженный что ли вот фетишист это тот кто умеет заряжать вещи каким-то особенным образом и почему-то довольно часто вот те самые жители города м они к нему относятся с некоторым подозрением вот представьте себе что вы вышли например на эту площадку и говорите я фетишист возможно люди будут удивлены возможно они решат что с вами что-то не так вот когда я читала работу психоаналитическую посвященную как раз этой теме то там несколько раз было прописано это такая современная современная статья где просто описываются основные какие-то аспекты фетишизма и там несколько раз автор упоминала что это не нормально что у здорового психически здорового человека фетиши либо нет либо их минимальное количество а собственно а что а что не так а почему такое отношение ну вот я предлагаю как раз начать рассмотрение этого термина мы поговорим и про потребление в том числе потому что там тоже этот термин используется с психоаналитической традиции ну конечно же обратимся к фрейду до который собственно написал работу под названием фетишизм собственно первым он и предложил нам рассматривать это понятие вот в таком контексте специфическом после фрейда психоаналитики используют ту объяснительную схему которую он дает для того чтобы анализировать те кейс который с которыми к ним приходят люди и я предлагаю ознакомиться с одним из кейсов ну такая немножко информация 18 плюс вроде бы никого нет бы не подходил под эту категорию один из психоаналитиков как раз таки используя понятия и понимание фетишизма которые есть у фрейда рассказывать следующее он говорит что к нему пришел молодой человек мужчина с проблемой он говорил что ну вот как бы у него есть жена и он эту жену всегда просит чтобы она надевала синие туфли и наступала ему на грудь и как бы без этого действия он не может исполнять свой супружеский долг и в общем его это в целом вообще никак не интересует вот у него есть такая фиксация на туфлях именно синего цвета ну и конечно же как работает обычно психоаналитик этому вы знаете что он спрашивает первым делом что было в твоем детстве и он находит такую историю которая буквально под копирку показывает как бы копируют то что этот герой воспроизводит и требует воспроизведения оказывается что когда тот был маленьким то однажды он взял некий предмет я не помню что это было например бытовой и у него случилось из-за этого ссора с его братом а мать очень как-то агрессивно отреагировала на эту ссору и и она вот этого мальчика маленького она на него буквально напала и она как раз таки на него прямо таки наступила вот этими своими синими туфлями в порыве ярости как бы защищая вот другого своего сына и как рассказывает этот молодой человек вообще-то матери это было не свойственно вообще-то она была обычно достаточно тихой и такой правильный до кроткой женщины но вот какой-то момент был когда она вышла из себя и этот момент он почему-то зафиксировал свои памяти и теперь именно это ему необходимо для того чтобы вообще его либидо могло реализоваться как объясняет психоанализ почему вообще такой механизм возможен тут я сразу обращу ваше внимание что мы не будем наверное подвергать это критики на тот подход который они нам предлагают это скорее для иллюстрации представления фетишизме как он работает вообще психоаналитики том числе вот фрейд он говорит о том что есть определенный механизм естественный механизм хотя он как бы преломлен через культуру становление человеческой сексуальности и этот механизм у вас на в основном травматический потому что он связан с со страхом кастрации случае с мужчиной и с комплексом на девочек там обычно комплекс электры надо соответственно она желает выйти замуж за отца и и также у нее есть комплекс недостачи какого-то полового органа который вроде бы она хочет обладать и вот а у мальчика вот такой страх тоже и дипов комплекс а соответственно мать является таким образом женщин вообще с которой в целом можно как бы теоретически не ему конечно но теоретически можно вступить в половую связь и вот эта мысль она как бы является травматическое но она нужна для того чтобы в целом было некоторое развитие личности и психики но некоторые мальчики вот как этот самый герой которого он приводил пример который любил чтобы на него наступали они находят как бы некие такие обходные пути то есть фетишизм является по сути способом эту травму как будто бы обойти каким образом фрейд это объясняет через наделение вообще у фрейда прям напрямую написано что фетиш это фаллос там все четко ну как бы вы понимаете наверное что это не материальный предмет а это некоторая конструкция ментальная и соответственно фетиш и фетиш и вот это фаллическое значение она в нем сконцентрирован она переносится таким образом что теперь он как будто бы наделяет женщину вот теми самыми мужскими чертами которые позволяют ему не бояться кастрации ну такая вот немножко сложная логика да тут как бы есть свои странные заворота но тем не менее вот здесь я хочу зафиксировать эту мысль что фетиш он позволяет как бы вот фрейд говорит что это иллюзия конечно то есть он иллюзорным способом самообманом позволяет человеку ну например не пройти там какую-то стадию или обойти как бы что-то вот с помощью другого пути но да мы уже сказали что это в общем то не то что рассматривается как норма и если фрейд говорит о том что ну как бы есть фетишизм более-менее здоровые есть фетишизм больной вот как у того молодого человека потому что он не может нам без этого действия реализовать свои потребности то другой персонаж который ну тоже допустим живет в нашем воображаемом городе он уже более так серьезно настроен против фетишиста то есть теперь этот фетишист несчастный он его не просто беспокоит как ну странный там человек наверное какие-то отклонения он видит в этом серьезную общественную проблему я говорю про маркса наверное не случайно маркс и и фрейда такие столпы до сих пор современной философии и там фрейда марксизм существует если их концепции отлично объединяются маркс рассуждает следующим образом он говорит что на самом деле фетишизм это что-то что свойственно современному обществу мы сейчас говорим про общество потребления он говорил про капитализм общество потребления является следствием капитализма что же что же не так и где же он увидел эти фетиши вот мне здесь нравится формулировка о том что каждый продукт труда это иероглиф на самом деле современном обществе то есть она может показаться что покупая что-то и желая какой-то объект товар мы исходим из его объективных свойств то есть он мне нужен потому что он такой хороший вот именно этот телефон я хочу купить по объективным причинам но маркс говорит что на самом деле капитализм устроен таким образом что всегда в товаре есть что-то такое что-то от отношений общественных отношений что имеется ввиду вот смотрите опять же он как и фрейд кстати берет некоторую естественную естественное состояние на то есть по фрейду как получается что человек больное животное почему потому что он живет некой надстройки нам потому что есть культура которая ограничивает его потребности у маркса похожая идея но он не к природе обращается как бы к естественному обмену то есть он говорит вот смотрите допустим мы выбрали товары вот как в средние века да и обменивали друг с другом например по бартеру обменивались этими товар каждый товар а еще там есть еще более интересный пример робинзонок робинзон круза условный который живет на необитаемом острове и он делает все для себя то есть все что все вещи которые вокруг него есть это то на что он потратил свой труд вложился и они для него равнозначны и они не значат ничего кроме того что их можно как-то применить и того сколько труда я в них вложу а и например он может сказать ну вот эта вещь была очень сложная поэтому я ее храню потому что делать переделать тяжело опять с этим заморачиваться вот а эта вещь она там допустим легко делается поэтому я ее не так сильно ценю и если что там новую сделаю выброшу но в капитализме все работает немножко не так и когда мы покупаем вещи ли когда ну что интересует маркса рабочий что-то производит то дело не в том насколько он старался сколько времени он потратил на то чтобы это сделать нам а дело в том что система капиталистическая оценивает труд человека исходя из своих каких-то критериев например из сейчас для современной рыночной системы спроса предложения например насколько это много денег нам принесет отсюда вот эти размышления и часто люди жалуются что ну как же так вот какой-нибудь там тиктокер которым 14 лет и он уже зарабатывает миллионы он же не трудился он же не учился он не прилагал тех усилий которые мы прилагаем но с точки зрения капитализма вот оценка этого труда она совершенно никак не связана с тем что я делаю с чем насколько мне сложно достается вот производство этих товар и фреда конечно это не устраивает он говорит что так быть не должно и когда мы находимся в этой системе то возникает вот этот эффект фетиш на то есть товар сам по себе и деньги становятся фетишем почему потому что они опять же искажают потому что то что мы в них видим это не на самом деле я долго думала какой привести пример в качестве того что может быть использована как просто некая вещь я сначала думал о том что привести в пример допустим что-то для уборки но потом я думаю это наверное тоже люди фетишизируют да для кого-то там какой-то новый пылесос это тоже что-то обладающее там сверх ценностью вот я придумала такой пример средства против тараканов вот представьте себе что у вас может быть и представлять не придется что у вас завелись тараканы и вы покупаете какое-то очень хорошее действительно рабочее средство ловушку но будет ли это средство фетишем в принципе вот уже когда я начинаю что-то наговаривать его можно сделать фетишем можно рассказать что это прекрасное средство она как-то обладает особыми свойствами а вот реклама добавляет нам смысл но обычно человек он в целом и тараканов то не хотел поэтому ему это средство тараканов тоже она не является для него желаемым объектом поэтому когда например кто-то говорит что-то телефон телефон я хочу потому что он такой хороший и он мне нужен у меня есть потребность и как бы на этом все то это неправда потому что уже в современном обществе ну как бы очень сложно отказаться наверное вот только юрий юрьевич который сейчас здесь не присутствует и пользуется до сих пор слушайте разгадана тайна он пользуется до сих пор кнопочным телефоном для того чтобы не быть фетишистом потому что любое ну возможно любой другой телефон он уже будет на нагружен какими-то смыслами вы придете в магазин и вам расскажут почему он лучше чем другая модель или что вам нужно что вы хотите делать красивые фотографии опять же наверное есть какие-то узкие специальности на фотографы которые будут рассматривать это как просто прикладную вещь но как правило вещи которые нас окружают они не то что вот у хайдеггера называется подсобная вещь на то есть что то что я просто беру в руки и использую по назначению и в этом нет никакого другого смысла вот маркс говорит что в этих вещах есть другие смысл те которые мы покупаем сейчас и как минимум в них есть смысл того что а труд человека которых произвел ценится там больше или меньше да ну вспомните какие-то это уже стереотипные такие конечно высказывание продавцов типа это итальянская обувь сделано на итальянской фабрике то есть это как бы лучше чем если в на китайской фабрике сделано потому что труд китайских детей он оценивается меньше чем труд итальянских не знает не детей видимо хотя говорят они там лет до 40 себя детьми считают и эта ситуация как бы маркса как я уже сказала не устраивает на то то есть он в принципе говорит о том что нам нужно пойти войной в том числе и на вот этот фетишизм да и чем соответственно это может закончиться вопрос к марксу который возникает по поводу многих на самом деле пунктов как бы а что вот в конце а если мы откажемся от фетишизма товар какую точку мы должны прийти то есть мы поняли уже что не так в этом мире и маркс здесь присоединяется вот к другим таким ребятам замечательным которые тоже видимо такой фалоцентризм собой знаменует на поскольку в основном это мужчины исследователи это гусарль и хайдеггер которые хайдеггер начинает вместе с феноменологами вот эту вот войну за вещи сами по себе про маркса я уже сказала и гусарль занять начинает а хайдеггер подхватывает и вот у хайдеггера есть работа в которой он пытается наконец как бы достучаться до вещи эту работу очень сложно читать как и многие работы хайдеггер называется исток художественного творения если вдруг вам захочется взорвать себе мозг то попробуйте почитать он говорит там следующее что вот допустим нас есть какая-то вещь на и вообще бишь что такое вещь и он начинает применять какие-то уже устоявшиеся представления о том что такое вещь но они его не устраивают мы можем сказать нам про какие-то свойства вещи про то что она материальная давно это все не то нам нужна вечность вещи и вот он как бы каждой вещи предлагает докапываться и в конце концов говорит о том что есть в каждом ну допустим за кружка а вот есть какое-то особое слово которым мы назовем это кружку и добьемся от нее сущности кружки и только и это и только это мы можем говорить про кружку вот тут конечно есть очень много проблем с такой философии потому что как это все применять не очень понятно я недавно была да простят меня мои коллеги была недавно на конференции где было очень много феноменологов это вуз который как-то так сложилось исторически что они вот интересуются феноменологии и это было что-то очень странное я была на пленарном заседании я понимаю что я ничего не понимаю точнее только я начинаю что-то понимать уже как бы там новая мысль и они находятся вот как бы в своем каком-то кружке и они друг с другом переговариваются у них как бы есть некие коды которые позволяют им своих и чужих отличать но зачем все это нужно очень непонятно кроме самого факта того что вот люди исследователи собрались и общаются и обмениваются какой-то информации и когда я задавала такие вопросы им то они естественно отвечают примерно таким же языком и там такие разбираются вопросы например о том что вот у хайдеггера есть понятие бытия и он говорит что небытие это несущие но и бытие одновременно в общем представляете да примерно дискурс и вот он в этой маленькой маленькой этой деталью занимается и когда приходит к выводу что ну вот так совершенно непонятно зачем этот вывод был нужен и более того если мы по заветам маркса будем действительно отказываться вообще полностью от фетишизма то это будет означать на самом деле отказ от вообще искусственного сейчас слова фетишизм я думал что я это я нашла но потом оказалось что нашел бодрияр как и многие другие идеи которые меня забрал слово фетишизм отсылает латинскому слову означающие искусственное созданное то есть фетишизм это на самом деле всегда про какой-то искусственный да вот то что маркс бы назвал надстройку но там дальше без фетишизма на вот эта замечательная жизнь в которой все должно быть максимально прозрачного первых ну кстати маркс об этом прям напрямую пишет что мы должны построить с вещами и друг с другом такие прозрачные разумные отношения в которых бы не допускалась никакой иллюзии никакого искажения и есть еще здесь такая иллюзия у маркса как я понимаю у некоторых психоаналитиков тоже что вот если мы сейчас нашего этого фетишиста разоблачим то он перестанет быть фетишистом ну вот особенно марксистская марксистский пафос он на этом строится на что мы сейчас вот разберем расскажем как устроено общество какое оно несправедливое рабочие поймут что их эксплуатирует и мир изменится но если может быть это как-то может сработать там с товарным фетишистом хотя тоже еще вопрос да вот скажите например кому-нибудь какому-нибудь фетишисту что он фетишист да ну изменит ли это его у меня а квентин тарантин у меня сейчас в голове вертелось кто самый известный фетишист ну по крайней мере в популярной культуре это квентин тарантино как известно он фут фетишист и позиционирует себя таким образом и это ему никак не мешает никакие разоблачения не что нет нет фута ноги ноги да он довольно часто снимает своих фильмах у него таки есть ракурсы где девушки они как бы ногами прям в камеру в зрители упираются вот и это как бы связано в том числе с тем что вот он его очень интересует эта часть тела и он никаким образом это не отрицает и наоборот говорит но это моя фишка это вот моя изюминка который я использую как режиссер то есть оказывается люди если им рассказать об вот этой прозрачности естественности не может быть даже не согласятся на это и есть еще один такой момент здесь который меня интересует уже как исследователи темы желания дело в том что фетиши они действительно очень часто вызывают у нас какое-то желание а это в целом с их природы связано так вот если мы отказываемся от фетишизма в широком смысле на то есть вообще вот вот этих искажений и иллюзий то желание нас тоже не будет очевидно будут потребности ну собственно первобытные культуры части это показывают да потому что например в той же самой сексуальной сфере может вообще отсутствовать и фетишизма желание тоже ну то есть это чистая потребность потому вот она прозрачна она понятна она естественно здесь нет никаких вот этих вот отходов куда-то там зигзагообразных нет помещения в какой-то предмет знаков желания сейчас я скажу почему это знаки да и жан бодрияр собственно который исследует фетишизм фрейдовского типа и марксистского и он приходит к любопытным выводам во первых он приходит к тому что на самом деле особенно современный человек который уже там начитался маркса и фрейда частично некоторые люди начитались или услышали про их идеи от кого-то они неверно понимают фетишизм и зачастую фетиш представляется как нечто что обладает особой ценностью да ну вот я писала там в анонсе про какую-нибудь например ту самую вещь я не знаю давайте проверим у кого-то есть или было может быть в опыте когда вы встречали какой-то товар видели куда товар и вы понимаете что это то самое только он он какой-то особенный вы поднимите руки у кого такое было где-то у половины остальные держится вот этот эффект может интерпретироваться как что обычно интерпретируется на что здесь есть какая-то ценность что вот это например раскрывается нескольких даже песнях ленинград на у них есть очки собчак песня и сумка вот очень лирические и трагические отношения девушки с предметами потребления дорогими и может показаться что вот именно эта дороговизна она и делает эту вещь какой-то такой особенный поэтому не в голове что его только эта сумка нужна и там только мне еще клип был по вот этим вот очкам собчак ну там сюжет немножко не связан с текстом песни тем не менее то есть они готовы там воровать убивать вот персонажа клипа для того чтобы получить вот ту самую вещь настолько она значима но бодрияр указывает на то что на самом деле сама эта вещь является как бы на нее не указывают она есть этот знак она выбирает в себя систему и человеку нравится именно то что эта вещь репрезентирует систему я сейчас поясню что это значит то есть например когда мне нравится меня тоже был такой в опыте это был пиджак который я так и не купила я пошла в магазин у меня была карта лимитная этого магазина и передо мной был выбор купить один пиджак дорогой или несколько вещей я выбрала несколько вещей но потом я думала про этот пиджак как-то так вот он меня зацепил как будто бы действительно что-то сложилось вот какой-то пазл и вот сейчас когда я анализирую эту ситуацию исходя из этой темы я понимаю что видимо тот образ например образ моды на который я себе представлю вся система моды она для меня поместился наконец-то в образ сложился и в этом пиджаке я в принципе вижу не даже не богатство а систему моды как таковой можно видеть там систему власти для многих там какая-то какой-нибудь автомобиль он такой хороший для этого человека такой важный не потому что много стоит а потому что вокруг него он как бы окутан паутиной смысла и эта паутина вот он на него смотрит она начинает разворачиваться разворачивается разворачивается и он как бы завораживается этим процессом разворачивания смыслов вокруг этого этой вещи именно поэтому она обладает таким магическим свойством фетишизм первобытный связан с магией то же самое вот допустим когда мы говорили про этот гамак злосчастный в летней школе да и смеялись по поводу этого гамака и там разворачивалась система и эффект насколько я понимаю был связан именно с тем что как бы идет вот это усложнение одни смыслы волнами как бы нахлынивают другие смыслы третье и вот эта сложность патриарх говорит именно сложность завораживает человека именно то что эта вещь она как будто бы в какую-то бесконечность его ведет именно поэтому к ней такое эмоциональное такая эмоциональная привязанность есть и да и дальше продолжая мысль бодрияра я бы сказала о том что фетишист а это собственно практически каждый из нас на самом деле он как бы одновременно стремится к порядку вот этой системе и в то же время он этот порядок хочет как бы немножко обойти со стороны это знаете как то самое это самая ошибка которая подтверждает правило да и какой-то особый такой ход ну вот как действует молодой человек из психоаналитической истории а то есть он на самом деле хочет вступить вот в это пространство эротического действия но каким-то особым образом как бы обойти так чтобы получить больше даже не удовольствия а каких-то благ да то есть в данном случае у него еще и потребность обойти некую тревожность или например если я хочу получить что-то от этой системы ну например признание каким-то быстрым легким способом то есть это способ немножечко выйти с другого боку обойти на перебежать вот такие вот мостики по сути если мы посмотрим на то как работает культура то культура то всегда о том что как бы немножко другим способом сделать то же самое что здесь природе на как бы но с помощью вот этого вида изменения что-то получить и наверное если бы возвращаясь к нашему образу если бы в город н приехал фетишист то конечно же были бы некоторые волнения и люди бы возможно начали просить уехать допустим митинг там какой-то против него и возможно в какой-то момент ему удалось донести до них что они в общем-то мало чем отличаются от него что фетишизма заложен в основу вообще культура тем более культуры капиталистической но я думаю что наши обыватели они бы все таки как обычно это бывает когда кто-то кого-то на чем-то ловит а тот горит ты такой же мы соглашаемся а потом говорим но все таки я не такой фетишист как ты я конечно фетишист но не настолько на но не настолько и в целом в этом есть смысл потому что вот эти самые искажения которых я сегодня говорила те обходные пути которые используют на самом деле культура они могут привести к ну вот такому бы зацикливание и тогда когда мы уже встречаемся с патологическим фетишистом то что называется то мы видим человек который ходит по кругу а который например не может без допустим вещей обойтись он не может получить как бы увидеть вообще себя в обществе общественное признание если мы вспоминаем идею что фетиш это общественное отношение а я его покупали по какие-то отношения для себя вот у меня есть там машины квартиры я как бы купил вот эти вот отношения с людьми на какую-то там среду например но если я не могу это сделать никаким другим способом то есть я как бы не вижу что все таки есть вот эта система которая да хорошо я может быть обойду может быть действительно получится а действительно я приеду на этой машине и будут вокруг меня там люди ходить и восхищаться да но получится конечно на какой-то промежуток времени вот то как бы опасность вот этого фетишизма она конечно кроется в таком замыкание застревание поскольку обходя можно конечно то итоге прийти вот какому-то маленькому кружку на которому только я перемещаюсь и он меня завораживает потому что мне кажется что он связан там с сеткой всего мира что он связан с со всеми отношениями до что есть даже помочь такое понятие я не помню как это точно звучит но вот та самая машина мне кажется миша должен познать из американских фильмов то есть машина которая действует на всех девушек типа того нет просто меньше как автомобилист я думаю может быть он слышал такое понятие где-то встречала фильмов то есть есть иллюзия что если я вот это куплю но это это конкретная машина еще как-то ее называть ну пусть пусть будет так да вот этот что вот этот розовый кадилл как бы все весь мир на нем схлопывается но на самом деле это не так на самом деле это только один из способов вот какого-то взаимодействия с той самой в том числе капиталистической системы который мы живем у меня все я готова ответить на ваш вопрос фетишизм фетишист существительные вы их вот в лекции пару раз только употребили с прилагательными вместе говоря про марс товарный фетишизм как-то это вскользь пронеслось то есть фетишист существует ли он сам по себе или он должен находиться именно рядом с прилагательным сексуальный фетишист товарный фетишист вопрос интересный можно ли отдельно применять термин без прилагательного ну применять конечно можно но смотрите как тут ситуация такая что допустим я говорю что человек ученый можно ли говорить что он ученый не говоря о том что он биолог там или не говоря о том что он историк в целом можно да то есть это обобщение а дальше мы можем уже выяснять например если он там фетишизм там сексуальный фетишизм да какой конкретно какому он кластер относится то есть это просто соотношение понятий как большого по смыслу и более маленьких да бывает такое добывают термины которые можно применять опять же вы же говорите что-то о человеке на а каком-то его аспекте в целом ну не знаю некоторые считают что все люди эгоисты значит ли это что эгоиста само слово не имеет значения думаю нет то есть это о чем-то в человеке не обо всем человеке о каком-то его спирт и вот это голословно утверждение получается потому что это лишь малая толика часть или часть человека когда говорит о ком-то чем-то то это как более превалирующая часть да и же ты не все получается все таки ну как обычно говорят философских словарях что есть широкое понимание термина и узкое понимание термин широкое понимание она как правило относится к большим кластер а практически допустим ко всем можно современным цивилизованным людям отнести а есть узкое понимание которое действительно показывает о том что например человека склонен к патологическим фетишизм а если еще вопрос на андрей нет это корректно да то тоже можно да да не только вещи но при этом я еще думала как раз когда разбирала вот этот кейс с гамаком что слово а вот в данном случае примером в данном случае фетишизм это слово гамак который уже становится фетишем почему потому что она вбирает в себя каким-то каким-то магическим условным способом с помощью этой сетки смыслов те смысл которые ему вообще-то не свойственны поэтому да это может быть процесса зачастую там какие-нибудь конкретные действия ну или пример вот с психоаналитический пример да там же тоже были действия и обязательно от наверно не слышала приводила пример там молодой человек требовал чтобы на него наступала женщина ногами и обязательно в синих туфлях то есть синие туфли это вещь а предмет на есть и действие который тоже фетишизируется не обязательно но я так понимаю что не сводится то есть и есть как бы некий комплекс ну вот в психоаналитической традиции это обычно исторически как-то фиксируется то есть какая-то история и она сама по себе уже становится фетишем потому что в ней как бы вот вся система сексуальности она вот в этой истории уложено его сознание поэтому если он выходит в какие-то другие истории дали там с другими вещами встречается его вообще это как бы не монтируется это не из этой истории откуда-то из другой да ну вот смотри здесь как раз то в чем обвиняет маркса и и хайдеггер потом косвенно фетишизм что на самом деле это всегда не вещи же да это всегда либо какие-то абстрактные категории либо действительно истории и в этом смысле конечно это неправильно как бы с их точки зрения называть вещи таким способом вот но практика показывает что как правило люди именно так с вещами и общаются да ну вот какие-то такие микро формы фетиши когда там человека не знаю вот он ездил в поездку и у него появилась какая-то вещь связана с этой поездкой с какой-то историей ну по марксу это будет ну не совсем правильное отношение потому что здесь есть иллюзии искажения ведь в эту вещь на самом деле нет этой истории но она туда помещается а какова природа появления ты имеешь ввиду генезис то есть когда это появилось нет почему у одних появляется а у них нет а да поняла фетишистов смотрим намного ли они счастливее в одних аспектах да я сразу скажу что сейчас со счастьем это конечно никак не связано единственное что действительно патологический фетишизм может мешать человеку если он уже настолько одержим что какие-то другие сферы жизни выпадают из его поле зрения да это хороший вопрос я думаю так что это может быть связано вот как в этой истории психоаналитической либо с убеганием на то есть я хочу встречаясь например с какой-то большой системой допустим системы капитализма да вот я взрослею я выхожу в эту систему я понимаю что она опасная какая-то да возможно у меня есть негативный опыт с ней связанный что там нужно как бы достигать чего-то да что тебя одобряют за какие-то конкретные поступки я думаю как бы мне куда-нибудь убежать вот если я как бы радикально кстати вот наверное этот фетишизм это эскапизм еще кто да то есть я убегаю от этой всей реальности я хочу в то же время с ней быть поэтому я выбираю какой-то объект который как бы мне говорит я с ними и как будто бы он возможно есть и люди может быть это действительно и другим говорит что он с вами вот и при этом я могу с этой вот системы большой не взаимодействовать по крайней мере так активно но опять же да мы видим что крайняя форма будет это когда уже совсем человек выпадает из социальных связей ну бывают такие патологические формы вот например там каком-нибудь накопительство когда человек вот все уже в своем доме превратил свалку и уже он не может друзей пригласить и уже ни с кем не общается и так далее да то есть это как бы форма эскапизма будет максимально и видимо наоборот если человеку интересно вообще взаимодействовать то есть как бы он не просто в своем воображении вот эту систему разворачивать но ему интересно там поучаствовать вот то он будет наверное меньше залипать на конкретные какие-то истории или предметы хорошо вот тут смотрите допустим если по фреду туда человек он больной по своей природе почему потому как не по природе как раз по своей культуре потому что в естественном состоянии на человеку нужно было бы ну там для продолжения рода допустим просто прийти там кому-то кто подходит и там согласиться вступить с ним связь принципе все это достаточно для того чтобы получить какой-то ресурс достаточно там пойти например в лес но я так упрощаю и там что-то сорвать какие-то ягоды но как только появляется культура нам появляются вот эти обходные пути и поэтому в принципе на самом деле есть очень много разрешенных фетишей которые в общем-то спокойно люди воспринимают да там какой-нибудь там чулки например да или еще что-то такого плана что в общем то не является социальной какой-то болезнью но вот с этой точки зрения фрейд и маркс является и здесь еще важный такой момент я забыла про это сказать что по сути когда мы встречаемся с тем кто обличает фетишизм вот как какое-то общественное явление то скорее всего этот человек хочет ну либо революцию либо он стремится короче ему не нравится тот порядок который есть по крайней мере это подтверждается судя по тем авторам которые об этом говорят почему потому что фетиш он как раз и отражает уже какую-то закономерность развития там того или иного аспекта культуры на то есть я сказала что это может быть ошибка который подтверждать правил как бы вот поэтому если мы против этой ошибки то мы как бы и против прав поэтому допустим если в такую позицию вставать то да давайте тогда отказываться вообще от культуры приходить вот как маркс предлагает приходить коммунизму отказываться вот денег потому что деньги это априори фетиш вот в этом смысле вот широком смысле все-таки пока мы в культуре мы остаемся фетишистами но обычно мы просто так не говорим потому что это как будто бы ругательство да смотрите у меня вопрос вам и что вы как мыслитель сказали и как другие мыслители мысли по поводу вопроса своего получается что вроде как неслитель предполагает что фетиш это не очень хорошо и мораль получается в том чтобы отказаться от фетиши в пользу чего-то другого и что-то непонятно в пользу чего до конца непонятно потому что сейчас мы в ходе обсуждения вроде бы помнили что фетиш это не совсем вещь а скорее возможно даже некие истории про эту вещь или какие-то глубокие связи вроде как связанные с вещью но не напрямую связанные с функционалами этой вещью вроде как я извиняюсь можно к вопросу перейти зачем или на что а на что на ну вот я уже об этом говорила маркс это называет прозрачные разумные отношения на то есть по сути проблема фетишизма это всегда проблема каких-то взаимоотношений сказалось системы есть элементы взаимоотношения вот соответственно для того чтобы ну например для того чтобы отказался от фетишизма вот человек который любит чтобы на него надавили он должен был бы еще там в детстве получить прямые конкретные ответы насчет там сексуальности своей своей семьи там и так далее да а лучше чтобы он это там все увидел например ну как это бывает в архаичном обществе то есть для того же для этого нужны прямые конкретные связи без всяких там обходов и каких-то дополнительных смыслов как это будет ну у маркса всегда эта проблема возникает когда мы изучаем макс как это будет реализовано не очень понятно ну вот в советское время кстати в начале когда только устанавливалась система советского союза была же эта идея как бы отказ вообще от браков например на пусть все будет ясно прозрачно естественно потому что как только получается брак появляется брак там уже явно что-то будет не прозрачно явно будут какие-то искажения потому что человеческие человеческая природа так не работает например только с одним человеком всю жизнь оставаться поэтому по сути ответа что нам нужно как бы возвращение к каким-то истокам практически первобытным я не слышал разговор но вернее разговор своих другом виду вот марксист какого-то он осуждал женщину который познакомился я так понял рассказывал другу что вот не знаю на то что она не является там школьницей какой-то . ей нужны ухаживания к сожалению какие-то разговоры вот я так понимаю они понимали друг друга но это что-то вот это непрозрачность и так далее хороша возрастной психологии и отнести но он уже не школьник вот что вот вот такие вот отношения более прозрачность здесь есть я подумал наверное у нее правда какая-то есть и у него правда есть я так понимаю вот вопрос да я поняла тут речь идет о таком межличностном взаимоотношении я как-то думала больше в сторону общественную вместе с марксом видимо да что нужно общественное изменение но да наверно да наверное на микро уровне учитывая то состояние государство и общество которое есть да когда она уже так сильно не давлеет над нами наверное действительно могут быть и вот тоже я вспоминаю такие посты по крайней мере я читал там в запрещенной социальной сети что нужно как бы обязательно все проговаривать а вот как раз это прозрачность мы там в отношениях допустим говорим в лоб если нам нужно там появилась какая-то потребность еще допустим кота человека пустить но мы тоже это рассматриваем на мы как бы ничем не заменяем ее поэтому да такая тенденция я думаю есть я не знаю насколько она рабочая ну видимо раз используется значит какие-то результаты есть можно на всем этом сразу то есть по сути он берет что-то какую-то баночку в которую он помещает на самом деле отношения а что это будет за баночка это уже вопрос ну как бы что ему попадется то есть может быть это будет объект может быть это будет слово может быть это будет какое-то действие там или я не знаю может ли быть фетишист мне кажется может быть режим на режиссере на каком-нибудь а или на актере то есть образ по сути то есть это по сути просто то куда мы помещаем вот те отношения которые нас интересуют например какой-то сфере ну это это уже это уже на самом деле следствие следствие фетишизма ну представьте себе что этот объект он находится и это не совсем даже он сам делает этот фетишист как бы попадает в такую ситуацию что этот объект он в какой-то паутине и он как бы вот эту паутину она в нем да она разворачивается благодаря этому объекту поэтому вот я когда начал про средства тараканов от тараканов говорить и уже например рекламное какое-то высказывание она сама по себе настраивает по крайней мере на лад фетишизма потому что уже появляются там идеи мы этот объект с чем-то хорошим и полезным это идея пользы а это идея хорошего она крепится еще к другим идеям и там вот такая вот система может развернуться я думаю я не знаю фантазирую но возможно какой-нибудь человек он там может увидеть этот знать как фильмах тоже показывает и у него вдруг там какой-то космос перед ним но это же реально это реально так работает понятно что не с каждым объектом до что возможно с каким-то объектом это будет там секунда происходить и вы забудете о нем а какой-то объект действительно закрепится как вот проводник такой вот этот магический мир друзья если еще вопросы спасибо за внимание